друзья сегодня хочу разобрать такой интересный расклад достаточно рабочий когда стоит вопрос о приобретении какого-либо предмета его назначение даже если это был подарок от друзей скажем так да зачем нам это нужно знать нам нужно знать это для чего чтобы во первых понимать если как какой-либо негатив на этом предмете как долго он нам прослужит и насколько он для нас будет функциональным то есть принесет ли он нам пользу или будет вытягивать из нас только какие-то финансы например из-за того что часто ломается ну к примеру и соответственно что еще можно посмотреть по этому раскладу является ли предмет который например вам подарили или вы случайно там приобрели нашли и так далее источником какой-либо отрицательной энергии если какой то ищем дальше то есть смотрите я беру например элементарно меня вот есть телевизор допустим я приобрела его там пару лет назад предметы стараются все смотреть скажем так под проекции четыре углов то есть ну обычно четырех карт для этого достаточно скажем тогда ему и раскладывается достаточно очень просто то есть левый верхний угол правый верхний угол нижний левый угол и соответственно допустим правый нижний угол я сейчас загадала свой телевизор я вот скрываю вот так вот карты смотрю на что следует здесь обратить внимание обратить внимание следует на то сколько у нас скажем так прямых карт сколько перевернутых да вот у меня одинаковое количество прямых и перевернутых карт причем параллельно диагонали у меня получилось да то есть как говорится телевизор мы смотрим по диагонали допустим да ну и соответственно значение значение назначение карт тут вот интересно выпало что выпали именно карты двора почему так получилось именно на телевизор потому что по телевизору мы действительно наблюдаем карты двора то есть мы фактически постоянно смотрим на людей которых нам показывают по телевизору ну допустим да и вот у меня четко телевизор показал что это сплошные карты двора понимаете вот как играет вот такая вот вот такой расклад да то есть мы четко знаем что по этому предмету мы будем наблюдать за жизнью каких-то людей то есть вот конкретно это у нас идет про телевизор каких людей соответственно мне тут выпали как говорится практически ну наверно кроме дам почему-то ну так как у нас рыцари обозначает и женщин и мужчин поэтому мне выпал рыцарь жезлов и рыцарь пентаклей то есть вот какая у меня функциональность моего телевизора дальше насколько же он у меня допустим прослужит как же он у меня прослужит давайте достанем еще четыре карты как прослужит кому прослужит и как долго прослужит так то есть по сути это у нас уже вертикально горизонтальная проекция идет предмета по вертикали скажем так да то есть у нас угловая проекция предмета и по вертикали горизонталь и вертикаль что у меня есть как говорится на вопрос как долго мне прослужит до денег и отдала за него много но как оказалось он того не стоит то есть телевизор у меня дорогой денег отдано было за него достаточно количество но этих денег по тузу пентаклей перевернутых он на самом деле не стоит приобретали мы его семьей то есть я со своим мужем до продавец у нас был действительно мужчина и вот самая главная деталь на которую следует сейчас обратить внимание вот такой вот у нас человек побитый и пораненный всем небезызвестная девятка жезлов открою вам секрет да у меня действительно появились проблемы с телевизором то есть у него стали видно кружки так называемые которые видно только допустим на белом свете но тем не менее поломка у меня в этом телевизоре уже появилась вот смотрите то есть не сказать чтобы мы как говорится его били еще что-то но сам по себе оказался вот уже с каким-то дефектор вот такой телевизор мне достался что делаем дальше что делаем дальше дальше конечно же нам нужно высчитать все таки как долго он не прослужит и вообще какая от него польза и вообще зачем стоило ли бы его вообще брать то на самом деле то есть понятно что здесь мы у нас вылезла вся судьба телевизора скажем тогда но все-таки нам надо высчитать квинт лучше 2 лучше 2 на самом деле давайте посчитаем два квинта все таки то есть младший аркана мы как обычно традиционно прибавляем между собой то есть шестерка плюс девятка это будет у нас 15 плюс король это будет у нас 15 плюс 14 29 и 29 плюс единичка это у нас будет 30 ну а 30 минус 22 30 минус 22 и останется у нас 8 а 8 я выбираю квинт восьмерку так это у нас сила вот первый квинт у нас получился что если как говорится за ним ухаживать скажем тогда то он может прослужить еще очень долго такой вот интересная вариант ну и соответственно мы можем посчитать второй квинт то есть второй квинт давайте посчитаем второй квинт то есть у нас фактически мы составляем гороскоп предмета как вы видите да вот то то есть вокруг него появляются какие-то информационные моменты то есть углы вверх-вниз лево-право считаем второй квинт второй квинт у нас page 11 плюс 12 и еще 12 это тоже у нас будет 30 и король 30 плюс король а король у нас 14 и получится у нас 44 44 минус 22 и у нас получится как ни странно карта карта шута карта шута я думаю все догадались что это является порталом между двумя мирами как бы вот смотрите четко нас выпадает карта шута и то есть мы про телевизор можем сказать что он нам вещает что-то из другого мира который к нам никакого отношения не имеет наконец мы можем высчитать третий квинт третий квинт у нас соответственно будет 8 от третьего квинта то у нас получается с вами и не будет потому что у нас сила и 0 и даже если мы прибавим силу 22 отнимем 22 все равно мы вернемся к силе то есть по факту у нас осталось всего два квинта сила и шут поэтому функции телевизора моего какие вещать мир который к нам никакого отношения не имеет до веселить и так далее и возможность его сохранить если за ним спокойно как говорится ухаживать тогда он у меня прослужит еще долго несмотря на вот эту раненую позицию то есть вот так можно смотреть любые предметы на самом деле на их функциональность на на их как говорится жизнь и судьбу буквально буквально это предмет ну скажем так гороскоп предмета ну какой вам еще можно привести пример давайте соберем соберем точно так же кроме предметов особенно хорошо подобным раскладом пользоваться на ну давайте например возьмем автомобиль то есть для автомобиля подобный расклад который тоже можно рассказать о его недостатках что в этом автомобиле может быть не так как долго он прослужит и будет ли попадать он в аварии соответственно да то есть то же самое загадываю свой автомобиль например это очень хорошо и полезно если вы приобретаете вещи был например тот же автомобиль но с рук и чтобы нам узнать стоит ли вообще его приобретать и какие у него из недостатки достоинства этот принцип действует точно так же то есть я загадываю свой автомобиль и из проекции начиная спереди да то есть у нас опять же тот же квадратик и раскладывают точно так же по углам то есть это у меня будет левая грубо говоря сторона левая фара да это будет у меня правая сторона правая фара это будет у меня зад и соответственно задняя левая фара ну это образно говоря да это будет у меня тоже зад и соответственно правая задняя фара ну так вот такой вот у нас получается и смотрим как у нас с разных сторон автомобиль поживает то есть по сути мы смотрим кузовщины на данном этапе кузовщина так и вот что мы можем рассказать ну пользователь автомобиля действительно 2 то есть я и мой муж муж у меня рыцарь кубков а я наверное вот как рыцарь мечей и оба мы видим они очень хорошие пользователи потому что выпали оба рыцаря перевернутыми то есть один из нас очень сильно любит скорость другой в принципе умеренную езду но тем не менее мы оба ну лихачи не совсем как говорится правильно как говорится эксплуатируем автомобиль в общем не совсем то его и жалеем заметьте карты перевернутые потому что автомобиль является все таки средством ну скажем так достаточно опасным до для повреждений различных короче говоря энергетически на самом деле это очень сильные предмет и поэтому с ним могут быть действительно очень много разных проблем вот и рассказываю что что же произошло с ним на самом деле то есть у меня прошлой зимой например да вот смотрите видите выпадает перевернута еще к тому же семерка мечей мечей это всегда что-то кто-то чего-то натворил но оставил как говорится право вернуться назад ну вот и вот четко можно сказать что да был момент когда у меня пострадала соответственно левая сторона машины я не попадала сама в аварию машина у меня например по короче говоря поехала сама и приехала ближайшую стенку ну то есть вот так вот получилось и соответственно можно четко сказать что вот на этой стороне есть какое-то небольшое повреждение судя вот потому что как говорится осталось виновника как такового здесь нет виновник я сама почему я сама виновник потому что я его оставила не проверив все вот так отыгралась данном случае пятерка что я оставила его на парковке вышла и когда уже завела его с автомата он поехал без меня поэтому вина лежит естественно на человеке вот таким вот образом можно рассказать про какие-то проблемки по кузову в автомобиле смотрите что касается получается у нас правой задней стороны у меня тоже действительно там есть повреждение причем я не знаю виновника этого повреждения и карта указала мне абсолютно без лиц то есть где-то в дороге кто-то меня задел скажем тогда я не увидела никто это был никогда это было и соответственно у меня выпадает перевернутая карта скоростей что где-то быстро неожиданно и виновников не теперь не найти и того у меня есть вами две царапины как ни странно что мечи у нас указывают на царапины что же зло у нас указывают на царапины вот таким вот образом я посмотрела кузовное состояние автомобиля а теперь заглянем в его внутренности что у нас есть впереди что у нас есть сзади что у нас есть с левой стороны и что у нас есть с правой стороны вот достаточно тоже так интересно слову сказать машина пока еще в таком техническом состоянии что пока в ремонте не нуждалась ни в каком то есть он достаточно исправно но тем не менее можно сказать да что несмотря на то что автомобиль достаточно добротный хороший скажем тогда вот даже по королю пентаклей может прослужить долгое время как говорится и принести какой-то свой сен ресурсный скажем так автомобили ресурсный по передней части вот несмотря на то что тройки кубков перевернуты тем не менее можно сказать что все работает механизмы работают более менее слаженно пока опять же по тройке кубков мы можем сказать слова пока как бы задняя часть но я не знаю там как точно располагается да вот в частности указан рыцарь жезлов опять же заметьте выпадают два человека то есть у нас два владельца и все время выпадает два человека то есть и когда я смотрю кузовную ремонт и когда я смотрю ну скажем так внутренние до составляющие автомобиля то вот четко можно сказать что вот например мой муж он за ним очень ухаживает то есть он там меняет масло там все остальное короче говоря он складывает него денежки и беспокоится о нем и в общем-то не бросает машину и параллельно своему мужу есть я которая без башен опять же как говорится пользуется ремонтировать не умеет да поэтому у нас рыцарь жезлов здесь перевернутый и есть у нас соответственно как бы не очень приятная карта пятерка кубков о чем нам говорит пятерка кубков а пятерка кубка в данном случае может говорить что могут выявиться скрытые проблемы причем проблемы какого характера а жидкости то есть если когда-то и вылезет поломка то она будет связана с выливающимися жидкостями понимаете в чем смысл вот так рассматриваются любые предметы на самом деле ну давайте посчитаем квинты опять же давайте посчитаем квинты то есть сейчас я разложу у нас вот так вот она получается раскладывается то есть получается у нас такой мини гороскоп уже на автомобиль не гороскоп на автомобиль и считаем квинты что же нам как долго он нам прослужит соответственно по курсу общение и по и вообще какая его судьба ждет наших руках скажем тогда соответственно 1 квинт мы считаем пускай допустим сначала вот эти карты что тут у нас получается 7 плюс 12 это у нас 19 19 так 19 плюс 8 у нас будет 20 сколько господи 19 плюс 8 27 и 27 плюс 12 будет 39 до 39 39 минус 22 так что у нас там получается 39 минус 22 совсем считать так и так 39 минус 22 у нас получается 17 то есть карта звезды то есть соответственно по кузовщине судя по звезде автомобиль может прослужить очень долго на самом деле то есть достаточно крепкий потому что звезда у нас указывает на долгое время использования в том числе то есть хорошая долгая жизнь машине скажем так обеспечен ну и соответственно считаем следующий квинт следующий квинт у нас будет с вами 14 плюс 3 17 17 плюс 5 22 и 22 плюс 12 у нас получается так 22 плюс 12 в принципе уже можно уже и так понятно что будет 12 то есть согласно вот это 12 у нас 12 ищем 12 а 12 у нас карта как ни странно повешенного о чем это говорит вот карта повешенного с одной стороны это стабильность да а с другой стороны это жертва но вот к сожалению действительно машина подвергается каким-то несчастным случаем которые вот даже объяснить пока логика невозможно то здесь кто нас ранил мы не видели здесь мы его покинули он сам приехал то есть вот так вот отыгрывается карта интересно то есть получается что все время попадает такие неприятности не зависящие вообще нет каких нет дорог нет обстоятельств а именно скрытые скажем так да то есть то чего не ждешь ну и соответственно можно вычислить что тут третий квинт у нас получается 17 плюс 12 это будет 29 и минус 22 у нас будет 7 и 7 соответственно выбираем вот видите как у нас отлично отыгрался последний квинт он четко нам показал что это действительно колесница что это действительно автомобиль и все свои функции он прекрасно будет выполнять куда надо довезет чего нужно как говорится нам доставит короче говоря несмотря на все его мелкие как говорится проблемы которые могут возникнуть любой машины тем не менее машина добротная и прослужит скорее всего достаточно долго поэтому вот принять решение допустим о покупке такого автомобиля я бы приняла решение потому что несмотря на мелкие недочеты явных отрицательных карт которые бы сказали что нет брать не стоит будут проблемы нет все достаточно хорошее так и этим же раскладом мы можем с вами разобрать приобретение квартиры вот мы уже с леной касались этого момента до когда поиск квартиры производили точно так же можно коснуться и при приобретении квартиры узнать ее состояние и как себя квартира ведет тут конечно немножко посложнее но принцип тот же самый то есть мы берем квартиру можно сделать это как допустим можно разложить ну обычно в квартире находится у нас ну допустим ну будем предполагать что есть кухня есть санузел у кого-то совмещенный у кого-то раздельный в общем на каждую отдельную помещение нам надо по идее достать отдельную карту вот я на примере своего дома допустим разложу в идеале конечно тоже составить вот такой мини гороскоп но так будет понятно что происходит вообще в квартире особенно если это касается таких сложных моментов как кухни туалет и ванны требуется ли ремонт будет ли протекать вот это вот все очень удобно ну допустим я беру примеру свою квартиру то есть я выкладываю также например ну берем ну как ну давайте так допустим допустим пусть это будет у меня вход после входа у меня есть санузел после санузла у меня есть кухня после кухни у меня есть зал зал у меня совмещен например с комнатами допустим спальня моего ребенка и моя спальня то есть вот таким вот образом маленько другой расклад получается ну потому что это квартира и смотрим что у меня в этой квартире есть какие есть недочеты и проблемы в идеале нам надо здесь еще доложить две карты так ну смотрите вход достаточно интересно да то есть вход у нас перед входом как говорится очень много препятствий забор крылечка и так далее возможно по этой причине выпадает вот такой вот четверка пентаклей то есть вход который мы загородили допустим да муж у меня любит закрывать двери как говорится опасаясь чего-то там не знаю чего но тем не менее как говорится более-менее все понятно да дальше у нас идет санузел вот посмотрите веселая карта по санузлу все в этом санузле происходит быстро никто там долго не задерживается скажем так да далее кухня на кухне вертятся все члены семьи нас живут мы живем втроем как говорится один командует другие не помогают поэтому карта перевернута то есть помощников совместной команды для кухни у меня к сожалению нет далее что касается зала ну понятно что зал любит у нас занимать как ни странно муж поэтому выпадает вот он я королем рыцарем кубков точнее да то есть фактически это территория мужа ничего что мы перевернуты ну мы вот такие вот слишком все горячие активные и поэтому так плохо относимся к своему дому что прибегаем убегаем только сюда соответственно спальня наша совместная тем не менее хозяйка в ней вот спальня я то есть это больше моя территория поэтому вот по спальне как говорится хозяйка территории я и соответственно комната сына у меня выпадает как человек который не знает чем заняться со скуки но по сути сейчас мы посмотрели скажем так энергию комнат то есть все четко очень понятно кому какая комната принадлежит и как она работает дополнительно конечно по гороскопу поэтому мы можем задать такой вопрос есть ли какие-то либо дефекты энергетические в моем доме так и вот так чтобы у нас полный гороскоп был главный дефект в моем доме как ни странно с обеих сторон это то что туда требуется много денег ну муж у меня любит дом вкидывать все время что-то строит строит поэтому наверное главная проблема это вкидывание денег ну и соответственно у нас энергия опять же моего мужа выпала да я спросила про дефекты но так как дом мы строили сами здесь у нас нету никаких скажем так вопросов по строительству другими людьми и поэтому все что муж накосячил то собственно может и вылезти то есть получается вот такой мини гороскоп на квартиру как ну в частности на мой дом как он не долго прослужит я опять угловым способом считаю квинты то есть у вас может если больше допустим помещений может оказаться на карту больше или они могут закрыться все сразу это не настолько важно да то есть вот таким вот образом у нас появился гороскоп на дом и в котором показаны хозяева дома да их взаимодействие и их как говорится положение в доме хотя казалось бы мы раскладывали на каждую комнату отдельно но тем не менее функциональность каждая комната свою показала поэтому прием гостей соответственно у нас ведется вот здесь на кухне дальше теперь точно так же простым способом посчитаем квинты то есть считаем первую четверку квинтов то есть я прибавляю 8 плюс 4 12 12 плюс 12 24 и 24 плюс 3 27 и отнимаю 27 минус 22 и у меня получится 5 у меня получится 5 сейчас мы найдем 5 арка вот мой 5 арка 5 арка в принципе по 5 аркану можно сказать что все хорошо что семья в сборе и стены достаточно крепки то есть мы тут живем в своем скажем так королевстве у каждого есть свой ключ поэтому вот вот так вот отлично отыгрался 5 арка дальше мы считаем остальные скажем так не не настолько важные комнаты да либо как я задала вопрос дефекты если есть то есть я считаю 14 плюс 12 это у нас будет 26 26 плюс что тут у нас четверка 30 соответственно 30 и король пентаклей у нас получится ну что у нас получится 30 44 да то есть у меня опять карта выпадает шута карта шута о чем это говорит о том что дом как говорится новый и заехали мы в него как говорится с нуля то есть сами строили сами делали и все время он требует у нас каких-то нововведений и поэтому шуту в данном случае рассказывает о том что все наши радостные события несмотря ни на что как говорится мы рискуем делаем все сами то есть шут здесь отыгрывается как умение из ничего что-то создать то есть опять из ничего из нуля сделать что-то своими руками вот так вот отыгрался мой дом ну и третьего квинта здесь не будет потому что мне выпал шут соответственно поэтому вот таким вот образом можно просмотреть дом его владельцев как они там взаимодействуют как живут и как влияет на них квартира но это допустим мой дом который мы построили с нуля своими руками и у нас негатива нет бывает же покупаем все-таки квартиру и может вылезти какой-то негатив и вот тут многослойно можно просматривать каждую комнату то есть ну допустим какой бы взять пример допустим я выбираю вот из этого числа ну какую например давайте выберу зал то есть я убираю все остальные то есть очень часто мы же эзотерики нам могут обращаться люди по чистке помещения еще по каким-то моментам и то есть нам надо выяснить негатив и где он живет в таком случае у нас появляется сигнификатор который допустим считается залом то есть вы можете потом из тех карт ну я вот сейчас убрала выбрать любую и каждую проверить еще раз и на этот сигнификатор как и положено для квартирного вопроса в эзотерике проверяется в первую очередь углы углы мы считаем от входа дальний то есть вход соответственно у меня например в зале будет первым углом левый верхний левый верхний угол у меня вот тут соответственно правый верхний от входа у меня вот тут следующий угол у меня вот тут то есть левый ближе к входу вот тут то есть что я могу сказать то есть по углам смотрите то есть здесь я уже рассматриваю сам предмет у нас было загадано что это зал допустим да и вот сам предмет мы тут рассматриваем То есть в верхнем левом углу у меня, например, находится компьютер, на котором, как говорится, так или иначе члены семьи обитают. То есть вот такая важная у меня птица, есть компьютер. Соответственно, ближе к входу у меня нет как такового угла, практически он начинается с угла. Но можно сказать, что вся семья проходит через этот вход. То есть вот такая арочка, видите, получается, что вся семья приходит в комнату через данный угол. Далее, соответственно, какой-то у меня получается правый, правый от входа угол передний, у меня выпадает двойка пентакли. Ну, на самом деле здесь стоит диван, мы здесь ничего не делаем, и вот она карта такого ничего не делания. То есть лежи, думай, развлекайся, как говорится, лови своё настроение. То есть тоже у меня достаточно не сильно негативное. И, соответственно, правый угол от входа, со стороны входа, получается, у меня выводает король мечей. Ну, на самом деле там стоит комод, ну вот, скажем так, да, то есть что-то недвижимое там стоит. И вот король мечей у меня, в частности, перевёрнутый. Тут комод, он прям хорошо изображён, что всякие финтифлюшки и бабочки и прочая ерунда на этом комоде присутствует. Смотрим дальше. То есть фотографии там различных людей есть, в том числе и нашей семьи. То есть вот такое там есть. Смотрим дальше. Теперь посмотрим угол напротив входа, не угол, а теперь сами стены напротив входа. В конце концов, сам вход в комнату. Допустим, сторона телевизора. Смотрите, сторона телевизора. И сторона окна. Обратите теперь внимание на что. Это я разбираю комнату, понимаете, в которую мы входим. Несмотря на то, что у нас тут семья вся входит и так далее. Что негативного у меня вылезло? Что у меня вылезло негативного? Что у меня есть в итоге по этой комнате, по этому дому? Самое негативное, как говорится, место оказался сам вход. То есть вот здесь, на входе, можно искать проблемы, скажем так, связанные с, допустим, с каким-то негативным воздействием. Вот именно по десятке мечей желательно бы проверить косяки, скажем так. Я вот, кстати, недавно не делала расклад на свой дом. Но это могут оказаться вполне себе, как говорится, недоброжелательными соседями, которых не запускают дальше порога. И в частности в комнату могут оказаться какие-то предметы. Будем смотреть. Видите, как бы для меня вот чёрная карта – это всегда показатель, что что-то есть, да? Со стороны окна у нас, получается, тоже недобрые взгляды обиженных каких-то людей присутствуют. То есть со стороны окна тоже может быть негатив определенный. Но в остальном я считаю, что всё должно быть нормально. Ну, и, соответственно, точно так же на эту комнату полностью смотрим квинт. Точно так же считаем. Сначала, допустим, можно посчитать углы. Ну, то есть король Пентакли у нас 14 плюс 2 – 16 плюс 14 – 28 и плюс 10 – 38. 38 минус 22. И совсем не радостная карта, которая выпадает мне в этом случае – башня. О чём это может говорить? Что кто-то или предмет, который нужно обнаружить, люди, предметы, желают нашему, вот в частности мы вопрос задаём конкретно про зал, чтобы мы либо пострадали, скажем так, да, ну, то есть какие-то дефекты разрушения, да, то есть получается действительно конкретно в зале может находиться какая-то негативная программа на разрушение. Далее я считаю второй квинт. Считаю второй квинт. То есть 10 плюс 12 – 22. Ну, вот уже можно их не считать, а считаем оставшиеся 4 и плюс, что тут у нас, и плюс 9. 4 плюс 9 – у нас будет 11. Это карта силы. Так, нет, неправильно сказала. Это карта у нас справедливости. То есть карта равновесия, по сути, мы можем по справедливости всё уравновесить, то есть всё решаемо. И считаем тогда третий квинт. У нас есть возможность в данном случае посчитать третий квинт. То есть 16 плюс 11, и отнимаем 22, и у нас получится то, что было в начале про весь дом. Что, тем не менее, все члены семьи имеют свои секреты и ключи, и стены наши крепки. Какой я делаю вывод? Что, скорее всего, где-то на пороге находится предмет, который может мне вредить, который настроен на разрушение. Исходить это может быть, соответственно, не только с порога, но и с окна. То есть получше надо зашториваться, чтобы поменьше видели. То есть вот таким образом я пройдусь по всем комнатам и выявлю все недостатки, как физические данные комнаты, так и энергетические, с учетом, кто там проживает и как действует и взаимодействует. Для тех, кто практикует, это очень, как говорится, не надо ходить со свечкой, ждать, когда свечка будет трещать, думать, что там углы. А для тех, кто практикует, четко можно определиться, где есть негатив, где его искать, и, соответственно, на что он сделан и как убирать. И так можно делать практически с любыми предметами. Будь то квартира, машина, телевизор, все что угодно. Каждый предмет можно прогнать таким образом через данный расклад. Я надеюсь, вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok